Продолжение следует... Товарищи Макаревича говорят, что лучше бы Гитлер выиграл тогда войну, а Сталин бы проиграл, не было бы всех этих... Я его никогда не говорил. Во Франции я слышал такую же фразу, она правда в шутку произносится, ну в полушутку. Мы когда взошли на один из холмов, я видел эти крыши, там 17 века, понимаешь, 18 века. Без бомбежек, да. Как же у вас все сохранилось? А мы сразу сдавались в плен, сказал гид. Ну это у него такая была шуточка наработанная. А я никогда не рад был за то, чтобы Россия сдалась в плен. Спасибо Бог. Мне просто казалось, что... Хотя трудно сейчас вот отсюда говорить, понимаешь, что можно было вести более умную политику и лучше подготовиться к войне. И не гробить столько генералов накануне войны. И не так вот прошляпить ее начало, когда почти до Москвы немцы дошли. И тогда просто мы бы обошлись меньшими потерями, потеряли меньше людей. Мы потеряли страшное количество людей. Вот и все. Я сегодня хочу вернуться к вопросам, почему вы апеллировали именно к детям? То есть когда вы задевали этот проект, вы не предложили своим ровесникам или написать эти истории, что из этого как раз ничего не получилось на самом деле. Потому что детских писем довольно мало. Писали самому старшему автору 93 года. И это было последнее, что он написал. Он умер в больнице. Его вдова прислала это письмо. И самому молодому, 13 лет, он пересказывает рассказы своего дедушки. То есть, понимаете, получилось гораздо интереснее и лучше, чем я даже предполагала. Но идея изначально была, что именно... Да, но изначально была... Подростки и дети пишут. Да, но мы к ним обращались. И надо сказать, что этот проект замечательно совершенно в течение нескольких лет ведет моя подруга Ирина Чербакова в рамках мемориала, в рамках истории, предмет истории, где дети пишут именно об истории семьи, поселка, школы. То есть, роддома, который рядом, того места, где они живут. Это потрясающие совершенно сочинения, замечательные. И это меня очень вдохновило. Я довольно давно уже знаю об этом проекте, даже немножко принимала там участие, в каком-то жюри однажды была. Понимаете, мы очень беспамятная страна. Это чрезвычайно важно хотя бы на уровне семьи сохранять. Ну, вот насчет страны я не соглашусь. Может быть, это упирается, допустим, в носителей языка, потому что говорят, что менталитет определяет язык. Я, кстати, в одном из интервью, опять же, с вами читал... Вы приводили пример какого-то пожилого мусульманина, который упрекал вас, ну и в целом носителей русскоязыка, что мы не помним даже своих правил. Он сказал замечательную фразу, он сказал, у нас там поселение в селе, если человек не знает семи предков позади, то он просто бродяга. И тут я задумалась. Ну, у меня, мне лично известно пять поколений назад. Пять поколений вы знаете. Отец моего прадеда, то есть первая фотография вот семейная, это фотография отца моего прадеда. Он был кантонист, солдат, 25 лет отслужил в царской армии, и он как бы наш начальник семейный. Больше, глубже я никого не знаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Гульда! Восемьдесят лет не было большой войны в России. Маленькие были. Мы знаем, что они шли по окраинам. Была Чечня, был Кавказ, была даже, так сказать, Прибалтик. Армения, Азербайджан, Грузия, Абхазия, Осетия. Да, да, все эти, так сказать, были. Но мы это, как это, это все были спецоперации, как теперь мне очень нравится это новое слово замещение. Раз уж мы сюда попали в такое время, хотелось бы увидеть, что это все-таки закончится каким-то не таким мучительным и кровавым образом, как кончались предыдущие войны. Что все-таки удастся как-то это остановить и локализировать этот процесс. Но пока что не видно, пока что идет только расширение. Все кричат фашисты, все кричат нацисты, все кричат напали, защищай кричат. Кто сумел отбиться, а кто смотался быстро, а меня поймали и военкоманды. Кое-как одели, кое-как обули, накормили кашей, талия в домат. И вот я в чистом поле, и рядом свищут пули, и где враги, и где наши, мне не говорят. Думал, обойдется, если в землю храться, что мне цупануло, не вери к секрету. Я швартовый парень, если разобраться, тут как ебануло, а вот меня и нет. И не нет, но все так. Птичка отлеталась, рвется там, где только, каждому свой срок. От меня подметок, даже не осталось, круглая воронка, и из нее дымок. А маме, папе дали денег до медали, и теперь, покинув, навсегда причал, Я плыву над вами в пасмурные дали, все ищу тот рай, который Путин обещал. Я плыву над вами в пасмурные дали, где что-то рай, который Путин обещал. Встанем и пьется сильнее в груди наша вечная бабля.